Мы сейчас будем проводить эксперимент. То есть, что мы бы сделали, если бы вдруг наступил апокалипсис, если зомби захватили на нашу планету. Что бы мы первым делом начали делать? Ну, во-вторых, мы бы побежали, короче, первым делом в магазин, чтобы затариться там на эти картошки, хуёшки. Ну, самым необходимым, так сказать. Для этого мы взяли с собой тележку и рюкзак. Короче, на улице уже началась ядерная зима, как вы видите. То есть, с них варят плотами и прочее. Продолжая тему постапокалипсиса, короче, у нас есть список Шинлера, по которому мы сейчас будем покупать продукты. Самые первые, необходимые, которые, чтобы выжить, короче, после наступления всеобщей деморализации. Ну, и в том же духе дальше. Лук и чеснок. Они отпугивают нижнюю. Это вообще нормальный лук? Какой там баспортовый? Короче, пойдет. Брать нужно только натуральные продукты, потому что... Потому что... Мало ли чё. Вдруг ученые перченые, короче, добавили, короче, в свои консервы какие-нибудь химикаты, из-за которых... И началось, в принципе, это заражение. Морковка, чтобы у тебя всегда была сноровка. Вот эти посвежее, они будут, конечно, очень интересные. Эти какие-то мутанты переростки, как будто бы их подкачали, какими ростероидами, короче. А вот эти какие маленькие... То, что нужно для того, чтобы выживать под ядерным миром и стопом. У нас захватят зомби. Ну, картошку мы уже взяли, лук тоже. А вот, как зовут? Меня зовут Джек Ричард. Джек Ричард? А Чака Норриса знаете? Конечно. Вот, на прошлой неделе вместе с ним бухали в Баре. И чё, как? Ну, в итоге, короче, мы подрались и... Набили, короче, лица людям и наломали дров на 109 тысяч долларов. Ух ты! В этом Баре. Круто! Бар практически был уничтожен. Не подлежал восстановлению, что с уплачивать. На самом деле, я не очень люблю вишню, вкус вишни. Ну, вот такая привлекательная баночка, так и хочется взять у него. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Чё, пойдём? Пошли? Короче, раз тёлки нам не дают, мы пойдём строить бункер. Потому что им же нужно будет где-то, ну, скрыть свою жопу. Мы смотрим литературу, что было, что почитать в нашем бункере. Но вот это точно не советую никому выкупать. Покупайте детские раскраски. Вот, книга-почемучка, допустим, или грузовики, машинки, тягач, силач, там, не знаю, бетомешалка. Вы по этим книжкам убиваетесь, да? Да. А всякие любовные романы только будут разжать вашу кровь и не давать вам спокойно жить в бункере. Там всё время захочется какую-нибудь девушку. Вы поняли. Очень сексуально. Ну, это так себе. Какие-то бабушки в панталоны как бы. Интересно. Ну, не хватает прозрачности. Да, да, да. Если ваши отношения зашли в тупик, купите своей жене ночнушку и поиграйте в ролевые игры. Типа вы грабитель, она собирается готовиться к сну, а вы врываетесь в дом и начинаете её насиловать. Думаю, после этого ваша жена перестанет вам изменять. Субтитры сделал DimaTorzok Блок Олега, который он выложит у себя на YouTube страничке своей новой. Поздоровайся, Олег, с нашими телезрителями, с нашей многомиллионной публикой. Спасибо. 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 Спасибо.